МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Сегодня в нашем выпуске. Интеллектуальные сети в Чебоксарах дали старт форуму Релавэкспо. Меню для нуждающихся в социальной столовой накормят и оденут. Спорт плюс танец. Российский фестиваль по акробатическому рок-н-роллу прошел в Чебоксарах. Сегодня в Чебоксарах дали старт форуму Релавэкспо в трехдневной деловой программе, круглые столы, конференции и выставка достижений. Какой прорыв производители электротехники совершили за последние годы? Подробности у Дмитрия Ковалева. Интерес к форуму Релавэкспо растет. Здесь заключают новые контакты и обсуждают задачи на годы вперед. Символично, что в этом году Релавэкспо проходит на базе крупнейшего производителя электротехники. Выставочные площади форума становятся больше. Своей разработки потенциальным партнером презентуют предприятия из Чебоксара, Казани, Екатеринбурга и Москвы. Экспонентов более 30 потенциальных заказчиков порядка 800. С разработками приехал познакомиться и глава региона. На стендах и уже проверенные в работе электроустройства и инновации. Для нужд отрасли в Чебоксарах выпускают и программы защиты от кибератак. На экране показана система нарушения вторжения в лаборатории Касперского. Тут есть рекламный ролик, а вот это интересно. Он показывает сеть, информационные устройства. На нормальном объекте, нормальном СТП новых устройств быть не должно. Все они должны штатно функционировать, между собой взаимодействовать. Простой вопрос задам. Захотят хакеры обесточить любой город, в любом регионе. Устройство блокировка обеспечивает? Если будет создана система информационного запаса, то обеспечивает. От внештатных ситуаций энергообъекты защищают реле и шкафы автоматизации. Свою продукцию предприятия республики поставляют во многие регионы страны и за рубеж. Есть тепловая электростанция. Задача тепловой электростанции обеспечивать выработку со сплавой и с ней электрической энергией. На этой электростанции стоят турбины, насосы. Всеми этими агрегатами надо управлять. То есть мы строим диспетчерский пункт в верхнем уровне. Вот как показывают. Наша система контролирует охоту всех этих газов. Перспектива за интеллектуальными сетями. Если два года назад участники форума только обсуждали планы цифровизации, то на нынешнем Релав-экспо предприятиям было что показать. Оценивать продукцию в Чебоксары приехали представители федеральных корпораций. Самая главная задача это сохранение надежности работы энергосистем. Немаловажной задачей при внедрении всех цифровых технологий также является и обеспечение кибербезопасности, что мы уже видели на примере Венесуэлы. Поэтому это тоже немаловажный аспект. Те мысли, те проекты, которые еще несколько лет назад были только на бумаге в виде каких-то научно-исследовательских работ, они уже здесь представлены в железе, уже представлены в виде промышленных образцов, готовых к применению, к массовому применению. Задача предприятий республики – нарастить объемы продаж за рубеж. Глава региона отметил, что новые возможности перед производителями электротехники открывают национальные проекты. Спрос на продукцию будет расти. Государственная политика направлена на создание благоприятных условий отечественным товаропроизводителям в сфере энергетики. Надо, конечно, конкурировать нам все вместе с мировыми компаниями. В конкурентной среде заказчики находят своих потребителей. Доля организаций отрасли на российском рынке электротехнического оборудования, микропроцессорных изделий, релейной защиты, автоматики. В целом, город Чебоксара занимает достойное место. Сильная сторона республики – электрокластер. В его составе 29 предприятий. На российском рынке доля местных производителей автоматики и реле превышает 40%. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Труднее о работе форума и его участниках мои коллеги расскажут в программе «Сделано в Чувашии». Премьера очередного выпуска 8 мая в 20 часов 30 минут. Тем временем Чувашия готовится к заседанию третьего совета в формате «Волга-Янзы». Республику уже посетила делегация посольства Китая, чтобы обсудить деловую программу предстоящего форума. Михаил Игнатьев отметил, что совет «Волга-Янзы» – это возможность расширить двустороннее сотрудничество между регионами округа и провинциями Поднебесной. Крупный проект китайские инвесторы реализуют в Порецком районе. За деятельностью иностранных предпринимателей следят надзорные органы и экологи. Они сейчас обрабатывают в Порецком районе земли тракторного завода, подсобного хозяйства, супещаные земли. В уставном капитале у этой компании сегодня 800 миллионов рублей. Нам повезло, значит, государственные корпорации по строительству железных дорог вложили это средство. Там есть бюджетные деньги. Создано рабочие места, соответственно, дополнительно высокотехнологичное производство. В последующем, соответственно, даст получать соответствующий уровень заработной платы. В Чувашии реализуются 11 национальных проектов, 9 из которых доработали в соответствии с майскими указами президента России Владимира Путина. Сегодня их паспорта утвердили на заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности. В этом году в республике появится центр «Мой бизнес». Предприниматели смогут получить услуги по принципу одного окна. Это один из примеров, как реализуется в регионе национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». Другое направление – льготное финансирование малого и среднего бизнеса. Получат дальнейшее развитие гарантийная и кредитная поддержка, увеличится количество выданных микрозаймов в среднем на 36%, но также будут предоставлены субсидии на развитие микрокредитной компании «Агентства по поддержке малого и среднего предпринимательства». Экспорт АПК за три месяца этого года вырос на 5,3%. Это один из показателей другого нас проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году планируется нарастить объемы производства мяса и мясопродуктов на 20% до 100 тысяч тонн в год, молока и молочных продуктов на 30% до 263 тысяч тонн, кондитерских изделий на 20% и достичь 82 тысячи тонн, увеличить на 10% производство мукомольно-крупяных изделий, напитков алкогольных, безалкогольных. В принципе, со всеми предприятиями, с кем работаем, основными предприятиями все объемы согласованы. Увеличить объем промышленного экспорта и достичь цифры 326 миллионов долларов в год. Сейчас формируется список организаций, которые начнут реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности. Участниками проекта «Производительность труда и поддержка занятости» к 2024 году должны стать 60 предприятий, повысить квалификацию – тысячи работников. 89 уже проходят переобучение. По остальным проектам в других сферах также внесли уточнение. В ближайшие годы предстоит большой объем работ. Все целевые показатели должны быть достигнуты, подчеркнул глава региона. Татьяна Реватьевна, Андрей Шоклев, Республика. Муниципалитетам Республики выделят 90 миллионов рублей на приобретение контейнеров для сбора ТКО. Такое решение приняли на заседании Кабинета министров Чувашии. Площадки для сбора твердых коммунальных отходов в муниципалитетах уже оборудовали в рамках программы инициативного бюджетирования. При очередном уточнении сказные республики выделяют прямые субсидии на приобретение 7 тысяч контейнеров. Еще 4 тысячи емкостей для утилизации ТКО установит региональный оператор совместно с перевозчиками. По данным Министерства строительства, оно обеспечит потребность в контейнерах на сегодняшний день. И эта сумма, как уже видите на стадии 87 миллионов, с учетом этого общий объем расходов составляет 192,2 миллиона рублей. По инициативному бюджетированию, по данным Министерства сельского хозяйства, та сумма, которую я уже обозначила, позволит благоустроить 3452 места для установки контейнеров. Глава региона отметил, что в муниципалитетах должен быть налажен цивилизованный сбор коммунальных отходов. Всего планируется приобрести более 30 тысяч контейнеров. Ответственным за выполнение работ назначен Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики. Впереди пасхальные выходные, затем 5 дней отдыха с 1 по 5 мая. Еще 4 выходных с 9 по 12. Массовые праздничные и памятные мероприятия организуют по всей республике. Чтобы обеспечить безопасность, на каждом из них правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме. Подробности обсудили на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Меры обеспечения безопасности должны быть комплексными, отметил глава Чуваши. Особенно в местах отдыха и оздоровления детей. На объектах должны быть квалифицированы охрана и соответствующие технические средства. Мы должны со своей стороны принять дополнительные меры для обеспечения правопорядки, общественной безопасности с учетом новых вызовов, тех сигналов, которые поступают на электронные адреса или по другим инструментам информационно-телекоммуникационных связей. Наша с вами задача обеспечить надлежащее функционирование систем видеонаблюдения в местах массы пребывания людей для того, чтобы выявлять своевременно отдельные правонарушения и привлечь правонарушителей к ответственности. Цифровизация, здравоохранение. Помимо медицинского оборудования, службы скорой помощи оснащают видеофиксаторами. Зачем и для чего в нашем сюжете. Все телефонные звонки, которые поступают от жителей Чуваши в скорую помощь, попадают в Единый республиканский диспетчерский центр медицины катастроф. Здесь идет беспрерывное наблюдение за работой бригад и за их перемещением. Здесь можно увидеть непосредственно каждое передвижение бригад. То есть в данный момент, где она находится, что она делает и так далее. То есть стоит ли она, либо остановка у нее. С недавнего времени 16 выездных бригад столицы стали использовать видеофиксаторы. Применять их можно как с разрешения пациентов, так и в целях безопасности. Было много случаев, то есть непосредственно нападение на бригад и так далее. И в целях безопасности и в целях качества оказания скорой медицинской помощи мы решили оснастить их видеорегистраторами. Врач, приходя на вызов, оценивает, он же должен оценить ситуацию, понимая, что там не все хорошо и идет негатив со стороны пациентов, то врач уже в этом случае может непосредственно без разрешения сделать видеосъемку. Сигнал СОС, который посылают врачи выездной бригады, за считанные секунды поступает в диспетчерский центр и перенаправляется в оперативные службы столицы. С видеорегистратором нормальные люди относятся, в основном соглашаются на видеосъемку. Работать стало спокойнее, то, что мы все-таки можем фиксировать все случаи. В последнее время нападений стало много, и также можем контролировать работу наших сотрудников. На качество работы выездных бригад повлияло и приобретение современных машин скорой помощи. В 2018 году за счет республиканского бюджета было закуплено 78 новых автомобилей и 7 реанимобилей. 19 машин поступили по распоряжению правительства страны. В машинах имеется современное медицинское оборудование, это дистанционные электрокардиографы, имеется современная дыхательная аппаратура, реанимационное оборудование. По сути, машины скорой помощи сегодня являются мини-госпиталем. Таких мини-госпиталей в 2019 году станет на 50 больше. Средства выделят из республиканского бюджета. Видеофиксаторами должны оснастить все 100 бригад скорой медицинской помощи. Татьяна Трофимова, Ольга Алексеева, Бахтияр Велиев, Республика. Есть события и имена, без которых история страны была бы неполной. Мы продолжаем рассказывать о наших земляках-героях Великой Отечественной. Ветеран войны Евдоким Егоров в этом году отметит свой 101-й день рождения. Он с удовольствием принимает гостей. Евдоким Егоров еще в молодости отличался крепким телосложением. С 14 лет наравне со взрослыми работал на железной дороге. В 1939 году ушел на срочную службу в Хабаровск. Высокого и сильного парня заметили. Отобрались тысяч молодых людей для строительства подземного железнодорожного туннеля. На секретном объекте, стройка номер 4, трудились более 5000 человек. Все с подпиской о неразглашении. Служба закончилась в 1941 году. Но домой Евдокиму Егорову вернуться так не удалось. Когда началась война, нас выстроили. Все пишем. То провольно поедем, покажем немецам. Всю войну Евдоким Егорович прослужил в 96-м отдельном восстановительном железнодорожном батальоне. Так от железнодорожного войска, это бой не пускали нас. Только со сады попали. Строить надо железнодорогу. Мосты строить надо. В Рубниях был, в Венгриях был, в Австриях. На территории СССР гитлеровцы разрушили 26 из 54 железных дорог до военной сети. И частично повредили 8 магистралей. Военные железнодорожники восстановили в общей сложности 90 тысяч километров путей. Построили более 70 тысяч километров линий связи и других сооружений. Работать приходилось день и ночь. В условиях непрерывной бомбежки и обстрелов. Как три самолета пришел немецкий и начал губить. Я знаю, что не знаю. И даже после двух контузий и ранения в ногу, Евдоким Егорович не демобилизовался. Работал на строительстве железнодорожных путей. Часто с оружием в руках защищал стальные коммуникации и родную землю от врага. Сижу. Один перешел с железной дороги. Вот это я никогда не забуду. Перешел и сидит. Думаю, одному я все равно усиливаю, застрелю. И шотоваю перешли. Уже у них трое. Я смотрю, опундирование немецкий. Автомат немецкий. По-русски разговаривает. Только тихо-тихо. Ну, думаю, как сюда придут, попутно мне. Я там же сижу. Вот тогда у меня сердце стучит. Меня самому слышно. Та-та-та-та-та-та-та. День победы Евдоким Егорович встретил недалеко от Праги. Но в родную деревню Напольные Котяки Канажского района вернулся лишь в 1948 году. Самым последним. Евдокима Егорова наградили орденом Отечественной войны второй степени. Медалями за боевые заслуги, за взятие Будапешта, за победу над Германией. Сейчас свои сто лет. Евдоким Егорович бодр и весел. Сам читает газеты, без очков. Интересуется всеми новостями. Много шутит. И очень любит принимать гостей. В Чебоксарах по проспекту 9-й Песелетки-2 открылась социальная столовая для малоимущих. Пообедать с горячим можно трижды в неделю. Меню изучала наша съемочная группа. До открытия осталось пару минут. В столовой последнее приготовление. Сегодня в меню щи, гречка с котлетой и компот. Помыть руки с мылом и можно рассаживаться. Николай Романов не пропускает ни одного обеда. Вот и хорошо, нравится мне. Сегодня первый поели, второй тоже, второй и третий тоже ест. И хлеба хватает. Наедаете? Да, наедаем все. Повара хорошие. Коллектив хороший. Нормально все. Ни шума, ни гамма. Аккуратно все чисто. Это бывало так. Каждый раз, по каждым точкам, там разное бывало. Но я сам люблю щи варить со свежей капустой. Вот это вот со свежей капустой. Это очень хорошее. Вкусно и по-домашнему. В день здесь обедают 50 человек. Еду волонтеры общественной организации «Новая жизнь» готовят сами. На смене в столовой три добровольца. Кому второе? Юлия Перминова увидела объявление о наборе волонтеров и не смогла пройти мимо. В столовой помогает дважды в неделю. Решила помогать, потому что это придает самой огромное количество сил. Все-таки, когда ты видишь, какое количество людей нуждается в помощи, в добром слове и в поддержке, просто нельзя проходить мимо. У меня есть здесь любимая бабушка, которую я жду сегодня с нетерпением. Я очень хочу ее накормить. В этом центре можно не только пообедать. Постирать бесплатные вещи или сделать новую стрижку. Волонтеры во всем помогут. Как вам стрижка, рассказываете? Нормально. То, что хотели? Красно. Нехватка одежды – проблема нуждающихся. Добровольцы позаботились и об этом. Здесь можно подобрать все необходимое. О, нет, малый, 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 малый. Привет. Это маловатый, да. Побольше. Побольше. Побольше сейчас посмотрим. В команде волонтеров 15 человек справляются своими силами, но от помощи не откажутся. Продукты питания, бытовая химия, одежда. В центре пригодится все. Татьяна Леонтьева, Бахтиар Велиев, Республика. В Чебоксарах прошел слет юных журналистов, пишущих на чувашском языке. Лучшие юнкоры получили награды и новые знания. Сотрудники национальной телерадиокомпании «Чуваши» с удовольствием поделились с юными коллегами профессиональными секретами. Повод для встречи юных журналистов из Чувашии, Башкирии, Татарстана и Ульяновской области очень торжественный. Сразу два юбилея. 90 лет исполнилось журналу «Самант» и 25 журналу «Тите». Все эти ребята публикуются в местных изданиях, причем пишут на родном языке. Наши дети в основном пишут о маме, о родном крае, о родной селе. О родной деревне, о школе пишут. Но, конечно же, мы всех принимаем, потому что я уже отметила, что это уникальные детки. Их мало, поэтому они на вес золота, мы их бережем. Шестиклассница Ишакской школы Ульяна Андреева рассказывала читателям о школьных событиях весь год. Получила за это награду. Ульяна считает, для журналиста главное не лениться. Просто у меня тяжелый график, можно так сказать, потому что я еще хожу в музыкальную школу, танцевальную, и иногда мне не хочется писать. Но мама, моя мама, она поддерживает меня, она мне помогает писать. Даже говорит мне иногда предложения, и я это запоминаю и записываю. Целый день юнкоры путешествовали по дому печати, посещая один мастер-класс за другим. Ребята учились продвигать себя в интернете, вдохновлялись творчеством поэтов. И пуговка все больше понимала, что значит быть по-настоящему счастливой. Хоть нюдь. Не важно быть для этого красивой. Важнее чувствовать себя необходимой. И я смотрю, что здесь юные журналисты, им очень важно уметь мечтать, фантазировать. Я уж тоже когда-то в детстве была вот такая маленькая девочка, которая мечтала быть принцессой. Ну а ребята, которые мечтали попасть на радио и телевидение, поняли, что это реально. Сотрудники нашей телерадиокомпании рассказали о своем творческом пути и научили работать с профессиональной техникой. А если мы держим микрофон правильно, мы получаем хороший звук в эфире. Если мы микрофон задираем, мы, во-первых, прячем свое лицо. Во-вторых, мы делаем звук очень громким. Сохранить национальный язык и поддержать ребят, которые пишут на нем. Задача слета глобальная. Тут никто не сомневается. С каждым годом участников праздника Чувашской прессы будет все больше и больше. Мария Шоклева, Валерий Резюков, Республика. «Живые родники России» в Чебоксарах в галерее «Серебряный век» национальной библиотеки работает межрегиональная выставка. В зале представлено более 80 произведений живописи, графики. Фотографии авторов из Башкирии, Мариэл, Татарстана, Чувашии, города Киров. Выставка объединила международный арт-проект «Родники России» и проект «Живой родник». Кураторы первого с помощью искусства привлекают внимание к проблемам экологии. Когда я однажды приехала в деревню и увидела свой родник, вокруг которого мы всегда в детстве, конечно, жизнь кипела. Родник мы, значит, воду набирали и пили, и играли. И очень много то, что у нас было связано. Это сейчас у нас у всех колодцы, а тогда был родник. И мне стало жалко, что он не настолько оккультурен. Я хотела, чтобы эта традиция возродилась, именно чтобы вновь вернулись люди к своим истокам, к своим родникам. Проект «Живой родник» создан с целью развития духовно-нравственных ценностей, сохранения дружбы и взаимопонимания между народами. Искусство объединяет самых разных людей, независимо от национальности, языка и культуры. Вода объединяет весь мир через родники и другие водоемы. Такая выставка проходит уже несколько лет. С каждым годом желающих принять в ней участие становится все больше. «Лети, мечтай, твори» – в Чебоксарах прошел Всероссийский фестиваль по акробатическому рок-н-роллу. Быстрый темп, хорошая физическая форма и синхронность. Хоть они еще совсем дети, но могут дать фору любому взрослому. На фестиваль по акробатическому рок-н-роллу съехались участники не только из Чуаши, но и из Казани, Пензы, Москвы, Самарской области. Мы решили поучаствовать в этом году во Всероссийских впервые. Детки маленькие, занимаются всего лишь третий год, но мы надеемся на успех и хорошее настроение от этих соревнований. Аэробика, акробатический рок-н-ролл, степ-аэробика и хип-хоп. Спортсмены соревновались в нескольких дисциплинах, причем выступали как юные спортсмены, так и взрослые. Очень приятно, что такое большое количество участников. Сейчас Министерство спорта реализует проект «Спорт. Норма жизни». Одна из основных задач – это выйти на 55% систематически занимающихся спортом. Что это даст? Это даст здоровую нацию, здоровое население, дети меньше будут болеть. Что касается судейства, то жюри обращали внимание на два критерия – техническую и артистичную стороны выступлений, и то и другое – важные составляющие фитнес-аэробики. В Чебоксарах в один день параллельно прошло шесть соревнований по фитнес-аэробике и акробатическому рок-н-роллу. Всего на сцену вышли более 800 спортсменов. Во многих номинациях лучшими стали команды из Чувашии. Впереди у нас чемпионаты и первенства, очень главное соревнование Европы. Европа у нас будет в Кракове, город Краков, Польша. Тобровалась команда «Малышки», чемпионаты и первенства России. Также мы подтверждаем фитнес-аэробики и первенства спорта России, команда «Грация». Выезжаем 24 апреля в Челябинск. Фитнес-аэробика – популярное направление в Чувашии. Им занимаются более 7 тысяч спортсменов. Юлия Важенина, Виктор Степанов, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова